Более 30 мешков с отходами животного происхождения обнаружил 61-летний хабаровчанин на территории бывшего питомника имени Лукашева. Мужчина всегда пользуется этой тропой через пустырь. По ней можно быстрее дойти до магазинов или остановки. Жители частного сектора, к примеру, переулка Степнова, часто пользуются этим путем. В том числе женщины с маленькими детьми и пожилые люди. К месту несанкционированной свалки есть подъезд. Очевидно, что отходы привезли сюда на машине. Сегодня где-то около полдвенадцатого я шел в магазин и вот дочь живет. Я шел чисто в магазин и в гости. И вот это вот обнаружил. Это скопилось ни день, ни два вот это вот хозяйство. Это накопилось, жарко стало и вывезли сюда. Потому что уже в магазине или где в разделочном цехе не будешь хранить без холодильника. Все вывезли сюда. Нашли место свалки. По словам хабаровчанина, на прошлой неделе, а последний раз он проходил тут в среду, мешков еще не было. Бывший сотрудник полиции опасается, что этот путь станет небезопасным для местных жителей. Он уверен, что поживиться содержимым мешков придут бродячие псы, которые обитают неподалеку вблизи теплотрассы. Обнаружив мешки, Петр Васильевич рассказал об этом своей дочери. Именно она сообщила об опасной находке в полицию. Женщина волновала, что в мешках могли оказаться шкуры зараженных животных. На место несанкционированной свалки биоотходов приехали сотрудники полиции. Они осмотрели и сфотографировали шкуры. На частях животных имеются ветеринарные штампы. Вероятно, по ним удастся установить принадлежность забитых животных. Полицейские ведут проверку. С места происшествия Анна Морозова и Андрей Алферов.